Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. Мир и благословление вам всем от Бога Отца, Бога Сына, Господа нашего Иисуса Христа и Духа Святаго. Я продолжаю серию Тайны Сакральности. Это четвёртая беседа. Я вам уже рассказал, как Сакральность из языческих, мифологических времён перешла в христианство, как она в христианстве истекает от Христа, от причастия тела и крови его, и переходит в дом. Ну и вот третья беседа была про то, как наш дом наполнен Сакральностью через вещи, через жидкости, через воду. Но, конечно, самая главная Сакральность, которую мы с вами имеем, это Сакральность Бога Слова. Так интересно, что в мире установлено такое понятие, что есть языки Сакральные и Несакральные. И есть четыре языка, в мире всего четыре языка, которые официально, грубо говоря, считаются Сакральными. Читаются Сакральность Бога Слова. Сакральность этих языков обозначена очень простой вещью, что они пришли от Бога. Пришли от Бога. Ну, действительно, если мы начинаем читать историю и объяснение, кто откуда получил язык, каким образом он распространялся, то мы для каждого из этих языков историю такую найдём. Русский язык начался, вот по нашим понятиям, от алфавита Кирилла и Мефодия, который был написан в церковные книги для славян, для русских славян, и которые действительно перешли в язык. Со мной многие спорят. Некоторые прямо очень грубо написали мне, где я рассказывал уже об этом немножечко в каком-то другом ролике, что с Кирилла и Мефодией пошёл русский язык. Как вы что? Вы забываете историю. У русских уже был алфавит, алфавит был больше, и язык был, значит, у русских. Да, был. Я вообще и не против, тем более, что если я филолог, я это всё изучал, я всё это кириллицу, глаголец, а вы знаете, что ещё и до глаголицы был. Алфавит немножечко другой, вплоть до того, что некоторые говорят, что был узелковый, чертовый, то есть с чёрточками определёнными. Ну, в общем, конечно, общаться человечество начало гораздо раньше, чем определились эти языки. И те, кто стали русскими, а кроме русских на том языке, который мы церковно-славянский имеем, запели, заговорили, не только в русской православной церкви, они получили язык от Кирилла и Мефодии. Ну, вот так. Но есть здесь ещё какие-то другие вещи. Почему? Потому что они обобщили, редактировали, можно так сказать, тот язык, который есть. написали специальные буквы для того, чтобы вот эти недоумения, которые в глаголице были. А вы знаете глаголицу-то? Вы видели все эти буковки? Я вам скажу так. Мне каждый специалист может сказать, какая буква, какое имеет звучание или значение. А уж если вы попробуете глаголицей что-то написать, то я вас уверяю, сейчас, наверное, не найдётся специалиста, который напишет вот правильную фразу. И все скажут, да, это абсолютно правильно. Все, кто специально, они начнут тыкать, ты вот эту букву не туда поставил, а ты над этой точку не ту поставил. Да ты вообще написал неправильно, потому что нераздельное было письмо. И поэтому, когда сейчас находят, какое у нас свидетельство, главное сейчас о той, значит, первой письменности, которая у нас была на Руси, очень маленькая, то есть, либо где-то какие-то на дощечках, значит. Но больше всего у нас, конечно, сейчас берестяных грамот находят. И вот грамоту они несут ещё и того старого, можно так сказать, языка, и уже нового значения «и». И все они доказывают, что языка, как вот такого целостного, который каждый читает и каждый понимает одно и то же, что написано, не было, и словесные обозначения в разных, знаете, местах были разные. То есть, одним и тем же словом, вы помните, называли и замок, и замок, и там, где не знали замка, замок только был этим словом. Вот. И так далее. Мы найдём целую кучу многозначительных слов, и слов, которые пришли к нам из других языков, и они не составляли целостного языка. Где-то это использовалось, где-то не использовалось, где-то это имело совсем другое значение, а где-то имело совсем другое звучание. Звучание. Я когда-то увлеклался фольклором и занимался даже, ходил в фольклорные экспедиции. Так вы представляете, оказалось, что вот прямо в округе твоего города, в родниках, вот я ещё учился в университете, и вот в каждой деревне разный диалект. Произношения разные, значения слов разные. Есть какие-то слова, которые в соседней деревне вообще не знают. А уж вот приехав сюда, в пистяки, я вообще был в лёгком таком шоке. Такой красивый говор, такие красивые, значит, словечки, какие-то выражения, идиомы удивительные. И они, пистяковцы, отличаются от нижнеландиховцев. Видите, я говорю пистяковцы. Хотя это пистяки, пистяковцы должен был говорить. Ну и все вы отличаете меня. Оковищево, кто-то Аквищи, кто-то с востока, тот быстроговорящий вот такие. Это всё на самом деле диалекты. Но эти диалекты сейчас входят в общий язык, и когда мы с вами читаем книгу, читаем газету, читаем тексты, мы все понимаем одно и то же. А откуда у нас это понимание? А потому что у нас появился сакральный русский язык. Церковно-славянский он сначала. Но от того, как начали говорить и начали писать в церкви, в монастырях и так далее, пошёл и весь язык. Он начал выходить, как говорится, в мир. Этими текстами стали обмениваться цари. Эти тексты появились в литературе. И мы с вами знаем наших русских писателей древности. Одна из попыток это как бы обобщить уже была, например, у Михаила Васильевича Ломоносова. Нет, до него ещё там. Потом Сумароков. Пушкин принёс современный русский язык. Вам как-то странно, как это Пушкин принёс современный русский язык? Когда мы это говорим. Странно же. Пушкин вроде жил недавно, всего-то там полтора столетия назад. А какой у него... Ну, чуть больше, конечно, уж я извиняюсь, не полтора столетия назад. А какой у него язык был? Да вроде все должны были на этом языке. Что? А на этом языке все говорили, но не писали. Если вы почитаете современников Пушкина, его друзей, которые... То вы увидите, как у них другой поэтический язык, и как Пушкин сначала начинает по-другому писать, вот эти... У него все эти пятистопные ямбы, хореи и так далее, они потихонечку переходят в современные... Ну, вот пятистопный ямб стал таким современным, можно так сказать, языком, но и произведение-то его, та же капитанская дочка, она что же звучит другим языком? Таким языком не писали произведение. А вы говорите, был русский язык. А чё ж он не был до Пушкина-то таким? Почему Пушкин смог его сделать для нас родным? Мы до сих пор читаем Пушкина, и он для нас абсолютно приемлемый. А почитайте Сумарокова. Почитайте. Державина почитайте. Да, хорошая поэзия. Но вот не ложится. Почему? А потому что мы теперь говорим пушкинским языком, сакральным языком. То есть, это не новый язык, а это продолжение того языка, который начали Кирилл и Мефодий. Поэтому мы вот их так ищем. И в нём священность, то есть, вот эта сакральность, священность, я вам говорил, что сакральность обозначает священность. И тот, кто пользуется этим языком, он, естественно, наполняется этой сакральностью. Наполняется. То есть, мы с вами понимаем, что когда изучаем всю эту классическую литературу, или литературу, написанную таким языком, мы становимся сакральны, мы наполнены этим языком. Поскольку каждое слово и каждый образ, привязанный к этому слову, у вас остаётся накопленный в голове, собранный в душе, в душе собранный. Поэтому, когда мы с вами говорили о том, что язык начали разрушать в какое-то время, ну, язык всё время разрушается, можно так сказать, людьми, которые недостаточно сакральны, я вам так скажу, которые матюгаться начинают, потому что они не сакральны, которые начинают разрушать, значит, строй языка или ещё что-то. Революции 1905 года, 1917 года, да ещё и до неё, начались разрушения, большие языковые разрушения. Все эти акмеисты, там, поэты, ещё что-то, ну, такие начали выдумывать. Тот же Маяковский какое-то время был среди поэтов, который писал таким языком, что мама, не горюй, вот, понять мало чего можно было. И мы знаем ещё таких, значит, оказался среди них Есенин, который продолжал писать русским языком, хотя у него тоже были пробы всех этих дурацких, значит, языковых опытов. И оказался Есенин действительно среди них поэтом. А все эти акмеисты, кубисты, фатуристы и так далее, где? Кто? Потому что Есенин – сакральный русский язык. Нёс. Голь ты, Русь, моя родная. Окна в хатах образа. Ну и так далее, там подобное. Поэтому, дорогие мои, если мы сейчас говорим о том, что нужно сохранять сакральность, и сакральность в вещах, в жидкостях, в архитектуре, ну и в отношениях сакральности, потому что, когда ты врёшь, ты нарушаешь сакральность, например, один другому человеку врёт, когда грубишь, когда вы пишете комментарии плохие, я их удаляю. Не потому что мне неприятно их, я не хочу, чтобы они нарушали сакральность нашего канала, который я считаю, что, да, сакральный, почему? Он несёт добро. Общее объединение сакральности в духовном плане – это добро, добро несущее. Поэтому, когда мы с вами сейчас видим разрушение русского языка, которое происходит в том числе и через средства массовой информации, очень часто происходит через интернет, то есть там свой какой-то язык появляется, и какие-то свои, значит, выражения, терминологии и так далее, то мы должны понимать, в чём это разрушение происходит. И я вам скажу так, вот если некоторые считают, что огромное включение каких-то новых слов, терминов, иностранных слов разрушает язык, это совсем не так. У нас русский язык состоит 30% в нёх, например, тюркских языков, значит, арба, арбуз, абрикос, всё на это точно не русские слова, ну и так далее, мы ещё много из других. Но они почему вошли в сакральность русскую? Потому что они вошли в добрый язык, в язык, которым читают молитвы, в язык, которым говорят добрые слова друг другу, язык, который используется в церкви. В церкви же вспоминают арбузы. Не так часто, но бывает. Поэтому, дорогие мои, сущность разрушения языка в том, что он теряет добро. То есть, вот вы слышите сакральный язык и сакральную речь, когда слышите добрую речь. Вот это наполняет вас сакральностью. Когда вы говорите добрые вещи, вы говорите сакральные вещи, то есть, наполняющиеся святостью, священством тех, кому вы говорите, тех, кто вас слушает. Поэтому разрушение это идёт не на уровне новой терминологии, новых включений слов, новой формы образования слова, идиомы появляются, такие, которые одно поколение не понимает, значит, другое поколение в этих идиомах. Но это ничего ещё не значит. Всё начинается, когда появляется зло в языке. То есть, мы слышим передачу, ну вот я вам про спас всегда, что вот на спасе есть передачи, которые несут недобро. А почему? А потому что вот есть один, два, три человека, которые недобрые в душе, они красиво говорят, они используют язык, но добра в слове нет. И всё это и есть разрушение уже языка, потому что сакральный, то есть священный, не может нести зла. Поэтому ирония, зло, осуждение, это всё то, что лишает языка сакральности. Как говорится, как только это слово попало в эту струю злую, так оно меняет своё свойство. Точно так же, как у нас причастие может вам дать жизнь вечную, дать здоровье, счастье, радость, а может убить. Прямо в описании причастия, что ты можешь себе в смерть принять причастие. Почему? А потому что ты подошёл непокаянный и причащаешься не ради воспоминания Христа и сакральности, а ради своих каких-то материальных нужд. там вылечить свои болячки какие-то, поправить свои дела какие-то. И всё. И ты себе в осуждении принимаешь причастие тоже славы со словами. Пока вы их говорите по-доброму, людям посылаете сакрайл через эти добрые слова, вы являетесь сам сакральной. И ответ такой же получишь. Сам это интересное в слове, что если ты его выпустил, а слово не воробей, оно вылетит, его не поймаешь, но слово возвращается. Возвращается. Недоброе слово вам вернётся таким же, а то ещё и многоэтажным. Ну, а доброе слово вам хотя бы улыбкой и каким-то этим. Поэтому вот определившись с пространством, в котором мы живём, определившись, как вы сакральностью наполняете свою жизнь, начиная от дома или как некоторые от квартиры, от двери. Там осветить дверь нужно, крестики, там всё. Это же есть вот это, такой маленькая храмина, у вас может быть не дом построенный, а квартирка ваша, или комнатка ваша. Вот взяли её, отгородили и сделали такой кельей сакральной, где нет никаких признаков зла. Но и вы, и вы, либо вы райский человек, сакральный человек в этом мире, либо вы злой человек, либо вы порождение лукавого, и живёте здесь разрушительной, профанской жизнью, профанской жизнью. То есть, мы с вами, видите, применяем эти современные термины, что либо вы пассионарий, то есть, вы тот, кто движет мир вперёд к добру, либо вы профан, который ведёт всё козлу. Вот такой разговор о сакральности языка, и помните, что русский язык сакральный, потому что богом данный. Кирилл и Мефодий не могли сами придумать такую вдруг объём. Это азбука, которую они дали, азбуки, веди, вот даже расшифровка этой азбуки, и то целое послание. Некоторые считают, что это послание равное тому, что Моисею было 10 заповедей на горе дано, потому что каждая буква расшифровывается как настоящий моральный кодекс для русского человека. Поэтому сохраняйте добрые слова, поэтому не производите злых слов, не ругайтесь, и душу доброй держите. Если у вас душа доброй, то и слова будут из вас исходить доброй, из доброго источника. Ну, вот такая беседа, я надеюсь, что вот этих четырёх тайны сакральности пока хватит, если у вас будут вопросы, то я расширю, но я завёл плейслист специальный, называется тайны сакральности, там и о царе сакральном несколько роликов, ну и вот эти четыре ролика можете найти этот плейслист и вы там всё увидите. Давайте я вам ссылку дам, да, вот конечная заставка на плейслист будет. Всё, здоровья всем вам, радости, аминь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok